Итак, друзья, приветствую вас. Меня зовут Игумен Евмений. Со Светланой мы познакомились совсем-совсем недавно через нашего общего знакомого Сашу Ройтмана. Расскажу немножко о себе. С 1990 года по 2010 я прослужил в Русской Православной Церкви, был настоятель монастыря, сотрудником миссионерского отдела в Москве. И где-то с 2010 по настоящее время я занимаюсь такой частной душепопечительной практикой. Не говорю психотерапевтической, потому что для того, чтобы называться психотерапевтом, нужны вот эти все дипломы, регалии, и это было бы нечестно. Психотерапевт занимается психикой, душепопечитель занимается душой, исцелением души, возвращением ей состояния целостности, принятия, согласие с жизнью, такой, какая она есть, согласие со смертью, такой, какая она есть. Вот. И в этом смысле я веду, много очень раньше проводил самых различных тренингов по личным отношениям, автор более 15 книг, которые разошлись крупными тиражами, там от 10 до 70, тысяч экземпляров. Вот так, достаточно известный, широко известный в общих кругах. В сообществе психологов, психотерапевтов меня достаточно хорошо знают, у меня есть свой центр, который называется «Отчий дом». Люди приезжают сюда для того, чтобы восстановить свое эмоциональное, психическое здоровье, состояние. Вот. И здесь можно пожить, пообщаться. И здесь такая душепопечительная или психотерапевтическая помощь оказывается в таком, знаете, как есть активный режим общения, например, психотерапевт-клиент и один час взаимодействия. Мы здесь принимаем людей на то, чтобы пожить, пообщаться в таком, ну, как сказать, фоновом режиме. То есть иногда человеку просто нужно переключить ритм жизни и какие-то вещи просто остановиться, переосмыслить, побыть. Сообщество наше не принадлежит никакому религиозному там течению, учению. Мы просто занимаемся людьми и их движениями. Вот. Ну, и я так предполагаю, что у нас пойдет вопрос на ответном формате, поэтому… Ну, я думаю, что пока они созреют к вопросу на ответному формату, может, мы немножко поговорим. У нас разговор должен состояться о тяжелобольных. И поднимается вопрос, что и как нам воспринимать этих больных. Оказалось, что медицинскую составляющую мы очень хорошо знаем. Со мной согласятся все наши слушатели. Что делать, чтобы облегчить немножко состояние больного? Улучшить, может, качество жизни, обезболить? А вот что делать с теми психологическими проблемами, которые сопровождают тяжелого больного? Плюс мы поговорили с персоналом палиативных отделений. Оказалось, что и им в 100% случаях они просят, что им нужна помощь. Потому что если воспринимать каждого пациента как своего родного и переживать, мы же с вами понимаем, что будет синдром эмоционального выгорания очень быстро. Человек восстановиться не может. Вот как вы считаете, с чего начинать и как нам, в каком ракурсе нам смотреть на пациента? Я так понимаю, что тяжелый больной, вот нам рассказывали, что есть там пять стадий горя. Их описал еще в 1969 году Кюблер-Росс. Там, когда первое, это там неприятие. Второе, злость. Третье, по-моему, когда человек начинает торговаться. Четвертое, депрессия. И последняя стадия, это уже когда человек мирится с тем, что принятие того, что, да, я, у меня финальный этап жизни, он не сопротивляется. И когда я вот сидела, думала, мне кажется, что паллиативные пациенты, это паллиативные пациенты, это вот начиная с третьей стадии, да, или все-таки мы можем встретить разные стадии вот этого принятия горя. Как вы считаете? Давайте начнем вот с такой хорошей такой идеей. Великий русский писатель Антон Павлович Чехов говорил, что если только от общения с доктором пациенту не становится легче, это не настоящий доктор. Так или иначе, каждый из нас встречается в ситуации, где мы обращаемся в медучреждение, к доктору, может быть, к знакомому доктору или к участковому доктору, или оказываемся уже волей какого-то такой ситуации или случая в медицинском учреждении. Вот. И понимаете, какая штука происходит? Вот представьте, я как человек, у которого какой-то недуг. Мы сейчас даже не идем прямо в паллиативную сторону, а вот я не знаю, как устроены ваши медицинские учреждения, у меня что-то болит, и я прихожу. Первый шаг. Дает ли доктор мне лично контакт как человек с человеком? Или занимается мною только как объектом? И вот это состояние, согласитесь, каждый из нас и в роли доктора, и в роли пациента хоть раз побывал, «Когда мне не уделяют внимания, со мной не разговаривают, меня не спрашивают о моем состоянии, кроме каких-то формальных показателей смотрят анализы, выписывают что-то и говорят все, идите, следующий». Понимаете, каждому доктору ведь очевидно, что психика, эмоциональная сфера сознания и тело – это единая система. И если мы лечим тело, но не даем человеку естественного человеческого контакта, если я в пятерочке, и кассир мне, понимаете, не дает контакта, и я покупаю какие-то продукты, это одна ситуация. Но если доктор лично со мной не взаимодействует, это меня ранит. Даже если я пытаюсь держаться и этого не показывать, это меня ранит. Если доктор не умеет специфицировать свою речь таким образом, чтобы чувство целостности, надежда, уверенность, что мною занимаются, во мне не появилось, мною, а не моим телом, то я не получаю чего-то важного, ради чего пришел. И я ухожу неудовлетворенно. Спецификация речи врача, доктора – это гипнотерапия. В зависимости от того, на что мы гипнотизируем нашего больного, на добро или на зло, на выздоровление или на принятие, или на отчаяние, или вообще не… Смотрите, равнодушный неконтакт. Это ведь, смотрите, это же в семье часто можно просто убить человека равнодушием, и там ужинать будешь, вот прямо сказала, ужинать будешь, я там приготовила, и все. Но контакта жена мужу, если не дает, у него это в горло не полезет. Он поест, но душа не насытится при этом. Поэтому мой открытый, откровенный вопрос – дает ли мой доктор мне контакт? Вот я в свое время просто в качестве такого примера расскажу. Я был в Индии, в Аркале попал в аюровидическую клинику. Вы не представляете, вы сейчас только не ужасайтесь, не представляете, как это было интересно. Доктор Прамида, женщина из брахманической касты, полтора часа меня спрашивала про меня, прежде чем выписать назначение, включая, умею ли я прощать обиды, включая, есть ли что-то в прошлом, о чем мне стыдно или я сожалею, включая, были ли какие-то у родственников болезни. То есть она со мной говорила. 50% моего исцеления, мне там были еще назначены 10 сеансов разных аюридических процедур. Произошло, когда доктор позанималась мной. Я понимаю, что в условиях сжатого времени, в условиях, когда, если человек работает в государственном учреждении, выделяется какое-то определенное время на каждого больного, так глубоко невозможно. И я ни в коем случае не ставлю доктора Прамиду, это их индийские дела, в качестве примера. Но даю ли я контакт глаз? Спрашиваю ли я человека о нем? Для этого не нужно быть эмпатичным. Первое правило, я предполагаю, что правильнее быть сдержанным. Но контакт, добрый контакт я все-таки человеку даю. Это значит, я не избегаю встречи меня как человека с человеком. Второй момент, и его можно поставить первым. Такие вопросы, как смерть моя личная, смерть моих близких, у кого-то еще из вас живы папа и мама. Мой уход из этой жизни, мое принятие жизни, мое согласие с тем, что смерть и уход необходимый компонент жизни, как и болезнь. Приняты ли они мною? Обычно я избегаю душевного контакта, боясь, что я могу выгореть на этом. Если факт моей собственной смертности, моей болезни, моего ухода, болезни в смысле, я тоже болею и могу болеть, если он мною не принят. Если он мною принят, я могу с этим быть. Вот в этом смысле, если врач-профессионал занимается больными людьми, в большей степени он собран, он процессуален. Но если у него есть в качестве помощников и в контакте, в союзе, те работники младшего персонала, которые могут просто посидеть с человеком, подержать за руку и дать возможность поисповедоваться в совершенно общечеловеческом смысле. И если эта исповедь, ну если этот человек из младшего персонала может донести до доктора, что мы поговорили как минимум, то тогда мы занимаемся целостным человеком, а не лечим один его небольшой фрагмент под названием тело. Как я понимаю жизнь? Каково мое мировоззрение? Я имею в виду риторический вопрос каждому из вас. Тело мое – это что такое? Это и есть я? Или это все-таки есть, ну как некий костюм, скафандр, тело же нам выдают для этой земной жизни? Здесь я ни в коем случае не даю мировоззренческих установок, но тем не менее вопрос такой философский, да? И он жизненный. Я заканчиваюсь после ухода, после смерти физического тела? Или я где-то еще продолжаюсь? Вот если эти вопросы актуализированы у того человека, который медик, хотя бы человек хоть раз задумывался над этим, то его взаимодействие будет одного качества. Если я только функционал, который занимается функционалом, это бездушная медицина. И человек, просто чувствуясь своим беспомощным объектом, если у него еще нет близких, которые готовы посидеть и быть рядом, уходит в одиночестве, фрустрированности и разочаровании. Посвящаю ли я, как доктор, какое-то время, ведь это же мы сейчас век скоростей живем, но иногда небольшие сконцентрированные сутевые реплики могут сделать колоссальную работу для того, чтобы сказать дочери или сыну или мужу, что вам нужно там с мамой или с папой побыть, посидеть подольше. Имею ли я на это право? Вернее сказать, даю ли я такое право себе? И тогда я становлюсь не только доктором, но и душепопечителем. Я забочусь не душеприказчиком. Я забочусь и о человеке. Вот человек уходит. Вот его может быть последние месяцы или дни. Могу ли я сопроводить, не выгорая, не выливаясь сердцем в какое-то офигенное сочувствие такое? Нет. Могу ли я просто быть? Есть ли у меня какие-то слова на 2-3 минуты, чтобы человека ободрить? Или я бездушная медицинская машина, которая дистанцирует, воздействует, выполняет свои обязанности, работу свою выполняет, но контакта не дает? Расскажу немножко еще вот примеры целительного отношения. Примеры целительного отношения. Одно время, я помню прекрасный момент, я живу в маленьком городке, недалеко от городка небольшого в Ивановской области под названием Кинишма. И мне достался в частной клинике хороший доктор Надежда Геннадьевна, невролог. Вот она разговаривает, занимается мною, но кайфанул я не от этого, как больной, а исцеляться, когда я стал. Исцеляться, а не выздоравливать. Она назначила мне какие-то озоновые капельницы, я вообще не понимаю, зачем это нужно. Я захожу в процедурный кабинет, и медсестра создает там внутри такую атмосферу и такой контакт дает. Она просто болтает, она просто укладывает, она шутит. Но я хочу сказать, выздоравливает, мне кажется, я начал не от озона, от вот этой человечности, медсестрички, которая лет 50, и которая просто с ними разговаривает и шутит. И вы знаете, вот правильные формулировки. Вот представьте, мне 50 лет, и вот я прихожу в больницу, и вроде больница, вроде капельницы, вроде таблетки надо принимать. И вот она говорит очень хорошую, такую замечательную фразу. Я не могу с этим глубинно смириться. То есть таблетки, капельницы, что это такое? Это стали, что ли, приближаются? И у меня внутри, ну, осадочек. И она говорит простую фразу. Вот я сейчас говорю о краткосрочной, простой, душевной помощи. Она говорит, ну, где-то до 50, нормально, там у нас 45-50. А потом организму надо помогать. И вот этой фразой, организму надо помогать, я вдруг примирился с фактом того, что мне придется на следующем этапе своей жизни помогать организму. Но она сказала с таким прекрасным, душевным задором, что вот внутри меня щелкнуло и произошло принятие самого факта, что сейчас будет так. Что сейчас будет так. Вот. И я вот сейчас не о полуторачасовых беседах, и у каждого из нас есть и дети, и жены, и мужья. И мы экономим как будто бы душевную энергию для наших близких. Вопрос третий, третий пункт, который я здесь ставлю. Соединен ли, и это полная чушь с точки зрения научной медицины, но тем не менее, соединен ли я внутри себя с источником энергии, с источником жизни? Это означает, обладаю ли я, ну, я носитель жизни, которая изливается, или я, ну, как бы, просто экономия, функционал, который экономит душевные силы. Во мне есть, вот во мне лично, это соединенность с источником жизни. Бывает, я консультирую по три-четыре человека и разбираю очень сложные ситуации, в том числе и недавно разбирал вот ситуацию с принятием смертности своей одним человеком. Другая ситуация была, когда у мамы Альцгеймер, и женщине трудно принять, что это уже не вполне мама, что личность разрушается, и с ней надо как-то быть. Но принять, что это не мама, а только тело мамы, очень сложно. И вот мы в эту сторону работали. Ну, конечно, большая часть, как у любого психотерапевта и душепопечителя, это любовные, самые различные истории, потому что расставание в любовных отношениях воспринимается после смерти близкого как второй уровень стресса по интенсивности. И во мне достаточно потенциала проходить это, раз, и второе, это простая такая, но если хотите техника, хотя я не люблю эти слова, это я мою экран. Когда человек уходит, когда встреча в скайпе или личная заканчивается, я умею оставлять его багаж, с которым он пришел, ему. Я туда что-то вложил, что-то влил, фонариком осознанности посветил, и после этого я смываю экран. Мне кажется, вот то, что в медицинских учреждениях врачи одевают халаты, ну, как бы так, ведь это же символическая очень вещь. Вот я оделся, сейчас я, ну, в роли доктора. После того, как я снимаю, я снимаю из состояния больницы, и сейчас я просто мужчина или просто женщина, когда завершил, когда вышел. Поэтому, когда вышел из медучреждения, поэтому способность снимать состояние, оставлять как бы то, где я эмоционально зацепился, ну, не нести это в себе, это хорошее качество. Итак, умение ассоциироваться во взаимодействии, строить контакт, и умение дистанцироваться, диссоциироваться, это уже работа с состоянием. И здесь существует достаточное количество подходов и практик, если только как медработник, как доктор, как врач, я хочу развиваться и личностно познавать себя и приемы и подходы эффективной и результативной коммуникации во взаимодействии, в том контексте, в котором, ну, как говорится, Боженька меня поставил, то есть в контексте врачебной помощи. Ведь то место, на котором вы находитесь, это потрясающее место для личностного роста и развития. Видя, как ваши пациенты угасают и даже умирают, я не верю, что вы никогда не задумывались на то, что этим в это пространство придется когда-то проходить вам. И вот один из ключевых этических принципов, который изложен две тысячи лет назад в одной древней книжке. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте с людьми. Это сказано в Евангелии, а на Востоке говорят, добавляют, тогда вы наработаете себе хорошую карму. Если я хочу в жизни хорошо уходить, чтобы в моей жизни случился контакт и взаимодействие, когда меня будут отпускать мои близкие, я в том контексте, где мне приходится это делать и сопровождать, максимально сопричастен. Я не говорю о сочувствии, я говорю о сопричастности. Я максимально понимаю, и во мне находятся те немногие слова, которые работают психологически, эмоционально лучше, чем препарат, капельницы или что-то такое. понимаете, человек может уходить без медицинской помощи, но со спокойной душой. Человек может быть обложен огромным количеством приборчиков, но ему доброго слова и просто прикосновения к руке, доброго, когда можно подольше, может быть, минут пять, никто не даст. Он мучительно хватается за жизнь, но снаружи только капельницы и медицинские функции. И это означает этот звоночек, что моя проповедь закончилась, и я готов перейти к вопросно-ответному взаимодействию, потому что я кое-что рассказал, но я не знаю, насколько это актуально, и были ли ценные мысли, реплики в моем спиче для вас сейчас, и пожалуйста. Ну вот здесь у нас есть вопросы, я вижу. Людмила, Людмила, вижу, вижу. Где Людмила Клименко? Елена от Екатерины есть вопросы. Вот нужно, мне очень хочется, Клименко Людмила, она здесь уже. А у меня нет этого вопроса. Вот, она подняла руку, но если кто-то есть, пожалуйста, просто в свободном порядке включайте микрофончик, и мы с вами уже здесь. У нас в чате есть два вопроса, посмотрите, пожалуйста. Так, я ищу чат. Внизу есть чат. Я могу. Я почему-то, ну давайте озвучивайте, так будет проще, потому что в этот раз. Здравствуйте, а как общаться с пациентом, который недооценивает свое состояние, не хочет воспринимать его, не понимает, что с ним не все так хорошо, как ему кажется, и начинает проявлять негативизм ко всем словам, которые ты пытаешься ему донести. Такое тоже есть. Это вот вторая стадия как раз то, что я и говорила, когда человек злится на всех. Вот как в такой ситуации все-таки поступать, потому что все, что мы ему рассказываем, мы можем рассказать, с одной стороны, мы не можем сказать неправду, это будет нечестно, а с другой стороны, он эту правду воспринимать не хочет. Несмотря на то, что вроде бы как, вот видите, вы сказали слово не сопереживать, а как не сочувствовать, а сопереживать. Я дал такое слово сопричастность. Сопричастность, да, когда ты понимаешь все, пытаешься ему объяснить, а он вот не готов. Что такое сопричастность, если вот так брать и чем она отличается от сопереживания. Давайте вместе порассуждаем. Первое. Я нахожусь в согласии с собой, я как доктор, и со своей судьбой, и со своей жизнью. Если я нахожусь во внутреннем конфликте, не могу что-то вовне принять, люди умирают. Если я с этим фактом внутренней не примирен, я не в контакте, не в ладу с собой. Если я не полностью здесь, а где-то еще, например, я с кем-то ругаюсь, думаю о том, как побыстрее, может быть, сегодня уйти побыстрее, я не вполне здесь, я здесь и сейчас, я в согласии, я в согласии с твоей судьбой, с твоей жизнью, с тем, как сейчас происходит, протекает понимаю простую вещь, как доктор, что тело мы не выбираем, и пол не выбираем, и в какой семье родиться не выбираем, но некоторые эзотерики верят, что кто-то там выбирает, я не вижу. Тело мне выдали, у него есть свой ресурс, и рано или поздно функционал начинает его быть менее активным, замедляется и уходит. Есть определенные показатели, по которым доктору очевидно, что это тело уже на финишной прямой. Это очень спокойное знание, это не повод для конфликта, истерики, может быть, я в примиренности, я согласен, как доктор. И теперь из состояния глубокого покоя, осознанности, присутствия, моя задача сообщить правду. Если я сообщаю правду вот таким голосом, я только пугаю. Если я сообщаю отстраненным голосом, как диктор на Ярославском вокзале сообщает отправление поездов, я только пугаю. Если я нахожу сердечную тональность, сажусь рядом, это торжественный момент, когда мне нужно произнести, нахожу состояние глубокого покоя, невозмутимости и говорю правду. Обычно в хороших американских фильмах говорят, в этом месте вам нужно привести дела свои в порядок. Да, завещание оформить. Да. Вот. И давайте сейчас эту ситуацию ну, как бы простроим, смоделируем. Вот я прихожу, и я доктор, и допустим, женщина или мужчина, неважно. Вот. И если человек на ногах еще или сидит, я спокойно сообщаю человеку тот факт, что судя по показаниям, по нашим данным, видите, вы не выносите приговор, вы не Господь Бог, но по нашим медицинским данным, ну, где-то вот жизнь в вашем теле остается, ну, полтора-два месяца. И сейчас очень важный момент, когда вам нужно привести дела в порядок. С добротой, с любовью, увидеться с вашими близкими, рассказать о том, как бы вам хотелось, чтобы все было после вас, поделиться. И это действительно завершение. И слава Богу, что это не внезапно. И слава Богу за то, что вам дано было и поболеть, и полежать, и задуматься, и какой-то внутренний подвести итог. Вот. И вот где-то приблизительно столько остается. И здесь вы задаете такой вопрос, который вашу человечность показывает. Что я как доктор мог бы еще для вас сделать? Вопрос, ну, то есть человек может желать все, что угодно, но и может быть вообще какие-то нереальные вещи. Но важно, чтобы человек в ответ на эту реплику прозвучал. и доктор в данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации. Но, Светлана, можно сказать вам маленькое пожелание. У вас голос сейчас, вот сейчас тональность, как будто бы вы заводделение. Понимаете, да? Да. Он командно-административный. Вот он хороший для руководящей должности, но для этого контекста пробуем по-другому. Понимаете, да? Вот как доктор, да, или смотрите, как доктор, или что я как доктор мог бы сделать для вас, Светлана? То есть давайте вспомним такие базы практической психологии. 6-7 процентов информации, 32 процента язык тела, это голосовые модуляции, то есть как мы говорим, и 60 процентов это язык тела. Или я стою над человеком, а он лежит, и тогда он беспомощный, я великий. Или я присел. Я присяду, а лучше на кровати, присяду. Да, да, да. Или я говорю с добротой, как если бы, ну, вот смотрите, если сейчас дочери или сыночка рядом нету, или человек одинокий, я осознанно вхожу в роль родственника или близкого человека. Подчеркиваю, осознанно вхожу, чтобы осознанно выйти. В этом не будет выгорания, но это моя работа как доктора, стать близким, в особенности в торжестный момент, когда мне нужно сообщить человеку, что он уходит. Могу ли я позволить себе пять минут быть ближним, просто как человек к человеку, с принятием, сочувствием, сопричастностью, дать контакты и спросить, что я могу для вас делать. Самое страшное, когда я знаю о том, что вот мне сообщают, но я беспомощен и не могу ничего сделать, а надо так много еще делать. На самом деле сделать много не надо, потому что в основном уже более-менее люди и близкие уже как-то готовы или готовились. Но что-то могу, это вопрос про душевное движение. И иногда человек может сказать, мне трудно это слышать, ну, просто посидите рядом, я просто, ну, побудьте, просто мне трудно, пока это все осознавать, воспринимать. Выгорание здесь сто процентов не произойдет. Вы дадите чуть-чуть больше сердца, но вы знаете, как медики, что если человек сдает донорскую кровь, это даже полезно для здоровья, потому что печень начинает вырабатывать свеженькую. Точно так и здесь, если я даю чуть больше души, чем регламентом предусмотрено, а оно вообще, ну, в формальном смысле не предусмотрено, мне дастся больше души. и мне это восполнится. Вот, если кто-то из вас еще, ну, чувствует высшее или какой-то высший источник или Бога, таким людям, таким врачам даже проще, потому что у них есть вот это ощущение такое, что не я, но через меня, не я действую, но что-то высшее или что-то божественное через меня сейчас служит, помогает. если кто-то верит в высшие силы вселенной или эволюционный разум или чего-то такое, вот это и есть подключенность к высшему внутри меня, когда я даю больше сердечности и сопричастности, и чувствую, как будто бы мне дается и на себя, и на того парня, который лежит, и которому нужно сказать эти важные слова. Без духовной практики, я здесь рекомендую самые различные варианты, без практик внутреннего эмоционального очищения. Здесь очень хорошо может пойти, кстати, кундалини-йога, если кто-то занимается, восполнение, ну, то есть выгорание очень, ну, как бы риск выгорания высок. Поэтому мне нужно где-то найти возможность чего-то такого делать или заниматься собой, чтобы узнать более глубоко, более качественно, как восстанавливаться, если все-таки есть очень эмпатические души, и есть те из нас, кто, ну, как бы залипают в проблемные состояния, и нужно себя оттуда доставать. Я не за то, чтобы отстраняться, не за то, чтобы залипать, а я за то, чтобы осознанно уходить, давать сопричастность и осознанно уходить. А вот как этому научиться, где это взять, вот этот потенциал, вот нам все. Мы с этого не обучали, на самом деле мы проходили немножко психологии, это было, но вы же понимаете, как медики проходят психологию. Ну, так как высшую нервную деятельность, все верно. Нет, высшую нервную деятельность мы проходим хорошо, а вот этом у нас... А это действительно, понимаете, поэтому, почему у меня Светлана на ваше предложение откликнулась? Потому что мне кажется, очень важно этому обучить. И если как, то ну давайте сделаем семинарчик, проведем. Но только очный, это очень важно. Потому что вот эти энергетические штуки, они... это интуитивное знание, это энергетическое, это тонкое считывание, это доверие своему внутреннему чувствованию. Я в эту сторону не думал, но у меня очень много здесь такой, как бы, включенной сердечности на то, чтобы этим вещам обучить. Я этим вещам обучаю в контексте ораторского искусства, любовных отношений, там, духовного поиска. Ну, вот в этом это, мне кажется, это очень духовное место, то, где вы находитесь. Это вообще, ну, просто это священное место, потому что вы, как медики, это как харон, который, ну, харон перевозит уже, а вы сопровождаете до края этого самого берега жизни. Поэтому можно этим вещам обучать, и я знаю, как это делать, просто я, 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 знаете, почему заикаю сейчас, скажу вам, я в глубоком благовении перед тем трудом, который вы совершаете. Поэтому, поэтому я благовею перед вами, как перед большими, в том, вы, вы, вы же просто, особенно вот эти ковидные времена. Смотрите, у меня, потом второй момент, у меня папа и мама 80 и 79 лет, и они живы, вот, и они уже задумываются. Сын, а вот ты приедешь? А я не могу сказать ни да, ни нет, потому что, ну, то есть, я в группе риска, и я не делал прививку. Вот, и вот мы уже говорим с мамой, с папой об этом, и я понимаю, что здесь нужно такую тональность найти, чтобы не разволновать, а успокоить. Мама и папа впервые заговорили со мной о том, приеду ли я, и они не знают, кто из них первый уйдет. Я с удовольствием, ну, как бы, мне с ними получается говорить так, чтобы после, в последствии разговора они чувствовали себя более успокоенными, чем в начале разговора. Вот, я с удовольствием готов этим делиться. Ну, вот, а вот я нашел, вспомнил, где находится чат. Да, вот еще от Екатерины есть вопрос большой. Мне прочитать или... Читайте, да, так будет лучше. Можно более лояльно объяснять родственникам тяжело больного человека с неизлечимым заболеванием о том, что заболевание неизлечимо, что в конце концов это приведет к смерти, ведь привозя своего родственника в больницу, в отделение, все надеются, что их близкому здесь все же помогут. Вызвать к себе, к медработнику негатив. Как объяснить, что в данном вопросе медицина все-таки бессильна, чтобы не сложилось впечатление у родственников, что мы вообще ничего не можем сделать и не будем. А просто... Может, как-то вы подскажете эту грань, эту тонкость? Смотрите, вот если вы в составе 12 человек, например, или 14, кто сейчас на этой конференции, а здесь у нас сколько человек? Сколько у нас человек? 15 подключенных, но на одном компьютере несколько человек. Хорошо. Смотрите, если вы приедете и, допустим, мы моделируем ситуацию, или я к вам приеду для того, чтобы провести, знаете, как я это занятие, чтобы обучить ответу на этот вопрос, проведу. Я попрошу включить айфончик на видео, и мы моделируем ситуацию, как если бы конкретно кому-то это надо сказать. За кадром, в группах по 4 человека, за кадром один говорит, три смотрят и слушают. Как сообщить? То есть мы как бы немножко маленький такой перформанс или спектакль разыгрываем. Как сообщать? Три человека, которые сидят за кадром, они слушают и потом говорят, что они чувствовали, когда так произносилось, что было хорошо и что бы еще добавить. То есть эти ответы должны родиться изнутри. вашей среды, но не только как профессиональной среды, но и вашей человечности. С одной стороны, вам нужно посмотреть, насколько это профессионально, донесена ли информация. С другой стороны, это ведь вопрос о человечности. То есть родственники привозят больного, они надеются на то, что врачи вылечат, они не готовы принять. И, друзья мои, сколько сердца мне нужно дать в это пространство и сколько принятия, чтобы эта встреча между мной и сердцем людей, которые зациклены и находятся на вибрации страха, которые зациклены только на выздоровление, не готовы принимать тот факт, что придется отпускать человека. Значит, смотрите, никуда не деться, нам нужно дать столько сердечности, чтобы человек принял эту интенсивность. Первое, мы не извиняемся, что мы не можем вылечить. Второе, мы говорим правду из человечности, в профессиональной одежде, то есть в халатике. Третье, если человеку нужно время или нужны какие-то вопросы, на такие важные моменты разговоров мы должны выделить чуть больше времени, чем сообщить информацию, чем сделать объявление на Ярославском вокзале, откуда что поезд скоро отправляется. И это все про личные качества вас, про вашу примиренность как людей с фактом смертности, с местом, где вы становитесь свидетелями этого факта, и с фактом, что эти люди идут с надеждой в глазах. Если вы надежду не дадите, они могут обрушиться гневом или злобой. Достаточно ли я укоренен в своем внутреннем теплом добром чувстве? Вот, вот что. Поэтому это исключительно работа с личностными качествами и как это произнести. И когда мы сделаем внутри нашего небольшого семинара такую работу проделаем, мы даже рейтинг выставим. Кто, например, Людмила, Екатерина или Светлана или, например, Александр, кто произнес это так, что оно звучит. И эту видеозапись распространим как некое учебное пособие. Понимаете? Но ответы должны родиться изнутри. С одной стороны, у вас есть врачебный регламент, что надо сказать. С другой стороны, ваша душевность и ваша человечность есть. Ну, у меня была такая ситуация, когда моего друга прооперировали. Естественно, что я была на связи с докторами и после операции я позвонила и доктор мне сообщает, что у него глиобластома, то есть довольно-таки тяжелое заболевание. Я спросила у врача, говорю, вы ему как-то сообщили? Он говорит, нет, мы оставили это за вами. То есть переложили ответственность на, считайте, близкого человека. Сообщите, как можете выйти? Ну, из этой ситуации, конечно, было очень тяжело выйти и первым, кому я сообщила, это его жене. Я пришла, с ней поговорила и посоветовала ей сменить работу, потому что я ей рассказала честно, что вполне возможно придется расти детей одной, для этого тебе надо изменить свою жизнь, поменять работу и так далее. А вот другу было очень тяжело. правда, слава богу, он уже 10 лет как жив, но тем не менее прогрессирует заболевание, но пока он живет, он тоже изменил свою жизнь в это время, но это был очень тяжелый выбор, хотя это были мои друзья. Сообщать это очень тяжело, и я понимаю, и родственникам мы изредка сообщаем, но по нашему законодательству мы обязаны все сообщить только пациенту, а родственникам только с его согласия. Здесь вот нас, конечно, ввели в такую вилку, когда пациенту говорить тяжело, но пришли дети, а родственникам ты не можешь сообщать. Да, мы вот в такой вилке. Понимаете, внутри вашего регламента вы, я здесь, ну, то есть вы можете сообщить только пациенту, вы не можете сообщать родственникам. Внутри вашего регламента, как бы я здесь как законопослушный человек предлагаю все соблюсти именно так. Если я укоренен своей человеческой и врачебной правде, у меня нет оснований бояться или прятаться от этой трудной ситуации. Я говорю это из тональности какой? Примиренности с жизнью, понимания, что как врач или как врачи мы все сделали правильно, ну, не то, что правильно, а сделали, как сделали. Мы старались максимально. Здесь же очень трудно сказать правильно и насколько правильно. Из этой правды спокойной я и говорю. Но вопрос лично ко мне примирен ли я с фактом смерти человека как каждой индивидуальности, с фактом с моей смертности, с фактом, что человек свою жизнь, свою судьбу завершает. мне трудно только если я сам не примирен. Если я сам нахожусь в ситуации, люди не должны умирать, смерть это какая-то чудовищная несправедливость, я не могу это донести. Я только от себя терпимен. Только понимать, что смерть это как таковое естественный процесс завершения жизни для себя, да? Да, если я понимаю это не только философски, логически, но и сердцем. Я хочу сказать, я примерю с фактом своей смертности. У меня к смерти только будет одна просьба. Уважаемая смерть, если что-то там ты запланировал насчет меня, пожалуйста, так спокойненько, не быстро, не резко, чтобы денька три-четыре еще полежать, поболеть, попрощаться. Это моя единственная просьба. Я надеюсь, уважаемая смерть, что я сделал для жизни много хорошего и для людей, и ты все-таки уговоришь, уважишь. Вот это моя единственная маленькую просьбочку. Три-четыре дня, чтобы как-то заземлиться, передать, может быть, какие-то важные книги кому-то, может быть, архив с моими видеозаписями кому-то передать. Ну, просто мне очень важный такой момент. Если я умею об этом говорить, если я могу примирить с этим, примирился сам, я из состояния мирности и покоя могу это транслировать. И, понимаете, смотрите, когда доктор находится в профессиональной активности, борется за жизнь пациента, он в архетипе воина находится. Когда доктору надо сообщить, что в этой войне нам придется отступить, она завершается, и вы уходите, и я не знаю, есть ли что там или нет, он в архетипе мамы или папы находится. Вот важно, чтобы или брата, или сестры, важно, чтобы нашелся, чтобы я правильно выбрал тональность. Когда я доктор, я мобилизован, я борюсь, и, может быть, я не многословен. Когда мне нужно отпустить, понимаете, вот существует регистрация там в ЗАГСе, существуют там какие-то обряды там крещения или обрезания у евреев, да, а вот обряда сопровождения человека, да, отпевание, но это уже над мертвым телом, но обряда или в культуру сопровождения человека о факт примиренности смерти его как бы и нет в нашей цивилизации. Мы это как-то скомканно, не зная, как сказать, не зная, как подобрать слова. Так давайте изобретем это, Светлана. Просто сделаем что-то для людей и, может быть, на основании наших диалогов и даже этого видеоматериала книжку, статью напишем. Это важнейшая тема. Она очень мало освещена. Да, чтобы мне не забыть, в качестве очень хорошего аудиопособия для всех вас по окончании этой встречи. Есть такой автор Стивен Леви. Книга называется «Кто умирает?» Вопросительный знак в конце. Она есть в аудиоформате «Стивен Леви. Кто умирает?» Вопросительный знак. И это для вашей, дорогие мои, самотерапии. Она начитана прекрасным голосом. Кто мне в контакт напишет, я просто вышлю с удовольствием вам в аудиоформате. Просто не для прочтения, даже для прослушивания. И это прекрасно будет звучать. Понимаете, вот смотрите, еще человек лежит в палате. Чем он глушится? Он может глушиться ютубом, какими-то шоу или политикой, но здесь нужна другая тональность. И опять же, вот смотрите, в столовых, ресторанах, в суши-барах специальную музыку ставят, которую разрабатывают для того, чтобы человек, то есть подбирают специально для того, чтобы люди ели и заказывали побольше. Мне кажется, хорошо пойдут аудиокниги смыслового содержания, если человеку хочется что-то послушать или побыть в каком-то смысловом пространстве. Потому что если смысловое что-то звучит, человек отвлекается и он осмысливает. Если вот эта гробовая тишина, он угнетаем собственными мыслями. Поэтому вот подумайте сами и скажите мне впоследствии, да, что фоном можно поставить как аудиокнигу, что фоном подходит как музыка. Это же очень важно. Это вообще ничего не стоит. Включили колоночку и телефон. Но это важный психологический фактор. Под какие звуки с этим это происходит с человеком. Вот бывает, пишет Перепелкина Л.И. Так, что человек при жизни атеист отрицает церковь, но его родственники верующие хотят его перед смертью причастить и спрят похоронить по всем христианским обычаям. Как быть, если пациент перед смертью не может изъявлять свою волю? Я категорический противник всякого воздействиями, обрядами или использованием фактора уязвимости и смерти как бы для того, чтобы человека во что-то обратить, втянуть, поисповедовать, покрестить, покропить или в какую-нибудь религию втянуть. Я за то, что воля уходящего из жизни человека, уходящего берем сейчас временной контекст, смиренно, то есть священно, и мы здесь только те, кто служит, если мы родственники. Мама, а как ты хочешь? Мама, а что тебе включить, поставить? Мама, а что тебе приготовить? То есть, или там близкий кто-то, или с мужем. Воздействовать это аморально, беззаконно и безнравственно, используя уязвимое положение человека заставлять его проходить всю эту религиозную ритуалистику. Это просто беззаконно и безнравственно, и я против. И миссия врача здесь мягко и по-доброму сказать, ну слушайте, он ведь не хочет, и он беспомощен. Ну, нельзя, ну нельзя нам совершать насилие, пожалуйста, не надо. Но у родственников здесь правовое преимущество. Ну, если они лезут с этим, ну, куда ж деться, ладно, пусть. Но наша задача просто этот религиозный пыл, который тоже из страха, из спасательства, из непринятия жизни, ну, как-то подостудить. Я могу, например. Вот, а вы поднимаете руку, Людмила, и держите ее давно уже. Клименко, Людмила, вы в эфире. Скажите, чего вы подняли руку? А можно мне задать вопрос? Ну, давайте вы, раз Клименко, ничего. А кто это говорит? Спасибо большое. Меня зовут Екатерина, работаю в палеотивном отделении. Однажды при беседе с пациентами он стал мне задавать вопросы, что все болезни людей на земле, это все послано Богом за его грехи, или же грехи его предков, родственникам. И чем страшнее были эти грехи ими свершаемые, тем сильнее и мучение от болезней этого человека. Так ли это? Правильно ли наши пациенты истолковывают свои болезненные состояния? Спасибо. Спасибо большое, Екатерина. Я вот так вот скажу. Смотрите, болезни за грехи или болезни не за грехи, это все область теорий каких-то толкований. Я предпочитаю то толкование, это все гипотезы, это все мысли чужих людей. Я предпочитаю то толкование, которое облегчит состояние человека. Что это означает? В нейролингвистике есть такой хороший прием рефрейминга, словесная эквилибристика, другими словами. Если человек говорит, что эти все болезни не Богом посланы за грехи, значит, какая у него версия Бога? Бог какой-то мстительный тиран, который подсчитывал грехи, подсчитывал и тут мне бабах влепил за мои грехи. Бог тиран, болезни наказания. Как мне принять наказание? Трудно принять. Если ребенка бьют по заднице, по жопе ремнем, то он злится на родителей и ему больно. Если давайте смотрите, другая тоже гипотеза. Нет никакого правильного толкования в этих метафизических рассуждениях. Я понимаю, что болезнь это... Есть люди, которые понимают, что болезнь это милость Божья, Божье послание. Я вот бежал, 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 бежал по жизни и ножку сломал. Значит, и задумался, а туда ли я бегу. Я, например, жил, жил, жил для других и ничего для себя, и вдруг мне ставят вот этот самый диагноз из трех букв, который даже врачи не всегда предпочитают прямо произносить пациентам. вот вся эта онкология, да, это болезнь людей, которые все для других, ничего для себя, которые чувства не проявляют, которые злятся на то, что люди неблагодарны, потому что человек, который живет для других, психосоматика, целая наука, выделена где, кто или, ну, там нет жестких связок, но если то или иное есть физическое заболевание, то нужно посмотреть, как с тем или иным психическим состоянием. И, конечно, здорово, когда психолог и доктор работают вместе в паре, и психолог, который знаком с темой палеотивной помощи, в особенности психосоматики, да, конечно, если человек в силу его интерпретации жизни, реальности вот так воспринимает, легче ли ему от этой интерпретации, я не думаю. Он еще более напряжен, то есть Бог же против него, жизнь против него, она уходит, она уходит, жизнь уходит, Бог против него, как человеку уходить с этими жизнью? Очень плохо. Поэтому я в этом смысле нахожу те формулировки, которые помогают человеку, если он религиоз, например, примириться с Богом, примириться с жизнью, примириться со своей судьбой. Я могу на эту тему рассуждать, но если я сам непримиренный, эти слова не будут иметь никакого веса. Пишет Екатерина, некоторые пациенты желают исповедаться и причаститься, находясь в палиативном отделении. Должны ли сотрудники оставаться рядом при этих таинствах? Ведь это же разговор с Богом без сторонних лиц. Но вообще таинство исповеди совершается один на один. Второе, вам нужно подобрать для такой помощи, если приглашают в вашу больницу, все-таки адекватного священника. Честно признаюсь, не все. Есть такие, которые еще напоследок грузом вины, нагрузят и еще адом испугают. Понимаете? Подобрать священника, который добр, психологически грамотен, эмоционально открыт, и так это может быть вполне в помощь. То есть поэтому такого батюшку нужно все-таки подыскать. Вот. При таинствах, при таинстве исповеди один на один, ну вы можете в уголочке посидеть там где-нибудь, если важно сопровождение, только единственное таинство, которое один на один, где человеку что-то нужно сказать. И обычно предсмертная исповедь, она достаточно глубокая такая, потому что здесь человек рассказывает то сложное, стыдное, что человек всю жизнь носил. И вот рассказать, чтобы снять с души камень. Есть человек верующий, через рассказ о своем сложном, стыдном, греховном, он освобождается. Есть еще исповедь в таком как бы человеческом смысле, когда человеку нужно что-то рассказать о себе, что он никому не рассказывал, например, атеист. И он если такой человек находится, который просто готов выслушать, просто послушать, это тоже очень терапевтично. Тогда снимается напряжение между одной частью нас, которая хочет выжить любой ценой, и другой частью, которая говорит отпускай, пришло время, примирись. как только человек услышал этот глубинный голос, напряжение уходит, и вам как докторам легче с ним работать. Друзья, я до сих пор не понял, я вообще, ну, как бы, мои слова как-то касаются вас, или мне трудно так вот говорить, когда слушают много, а обратной связи нет, поэтому вы же работаете с обратной связью? Я так понимаю, что надо многое переосмыслить нашим докторам. А как вы считаете, вот может действительно в палиативной отделе может заключить какой-то договор с епархией, чтобы приходили там раз в неделю, приходил кто-нибудь общаться с пациентами? Смотрите, вот в принципе этого... Я скажу, договор с епархией, формально выделенный священник, это бездушно-административная форма взаимодействия. Но если Светлана пошла в ближайший больнице храм, лично познакомилась с батюшкой, для этого вошла в храм в платочке и еще и перекрестясь, то есть состроившись с контекстом. Мы же состроились с контекстом, то есть покажем что-то там звучит, я не могу понять. Да, и смотрите, и лично, чтобы батюшка вам, как доктору или как заводделением понравился, чтобы у вас был личный контакт, и просто попросите, скажите, батюшка, что у вас душевный контакт такой есть с батюшкой, и вы так вот ему как-то раз и сказали, просто давайте иногда нужно будет прийти, могли бы приходить, и вы звоните, и тогда приходите, но это уже ваш батюшка, ваш личный батюшка, с которым вы лично знакомы, и с которым вы можете поговорить, понимаете, административное взаимодействие, епархия, министерство здравоохранения, это все бездушные машины, а если вам душевный батюшка нужно, то только чтобы личный контакт между вами был, поэтому давайте эти вопросы решать исключительно от души к душе, вот, я хочу на эту тему переориентировать все наши разговоры, Екатерина, вы что-нибудь нам расскажете, обратную связь дадите из политивного отделения, слышно меня? Да, Екатерина, конечно. А вот у меня, конечно, есть еще один вопрос в процессе нашего общения, я сидела, думала, переосмысливала полученную информацию, но и тем не менее читала до этого литературу и наткнулась недавно на одну статью, которая была еще опубликована в 1974 году психиатром, который впервые опубликовал информацию о волонтерах, которые работали в социальной сфере от имени местной церкви. Так вот, в этой статье он описывал ситуацию помогающих людей, что у них были симптомы, похожие на депрессию. То есть сначала эти люди были в абсолютном восторге, чтобы приходить и оказывать помощь, тяжелым пациентам, особенно тем, которые длительно находятся на постельном режиме. Потом этот восторг постепенно начинал уменьшаться. И в конечном счете люди выгорали. Люди выгорали до такого состояния, как он описывает, что превращались в горсточку пепла. Как бы у всех у них была обнаружена сходная симптоматика по типу эмоционального истощения, постоянно какой-то хронической усталости. И даже при одной только мысли, что завтра необходимо идти на работу, у них уже возникало чувство усталости. У них появлялись какие-то различные жалобы на свое недомогание, появлялись какие-то соматические болезни. То есть, простыми словами, в таком состоянии у человека нет сил ни смеяться, ни плакать, даже пропадают чувства сочувствия пациентов, с которыми они работают. Им не хватало жизненной энергии для их работы, для осуществления их деятельности. Так я хочу сказать, что иногда я замечаю ту же самую ситуацию, она происходит и в нашем палеотинном отделении, с нашими сотрудниками. Наступает выгорание человека, в результате чего мы делаем одни и те же действия, но, к сожалению, нет прогресса, мы не видим какой-то положительной динамики, и из-за этого ухудшается и наше здоровье, и работоспособность, и снижается, и обостряются отношения с окружающими людьми в нашем отделении, и с пациентами непосредственно. Мы становимся все нервные, раздражительные, черствые к проблемам окружающих нас людей, мы уходим в себя. Так вот, скажите, пожалуйста, работая с тяжелыми пациентами, как можно не злиться, как можно не раздражаться, как можно сдерживать себя, как не реагировать на обидные слова от самих пациентов и успокоиться. Ведь приходя на работу с желанием, да, происходит отторжение этой работы. Сами пациенты же ведут иногда себя тоже не совсем адекватно. Они могут нахамить, нагрубить медперсоналу и даже, что бывает нередкость, иногда и оскорбляют, особенно если это средний и младший медперсонал. Как следовать, как вести себя или просто-напросто следовать законам Библии, кто ударит тебя в правую щеку, так надо подставить левую? Как быть? Подскажите нам. Нет, ни в коем случае. Спасибо, спасибо большое. Никаких щек, послушайте. Первое, конечно, если касается касаемо волонтеров, здесь очень важно, что волонтер это не тот человек, который пришел и сразу говорит, ну, скажите, что делать. Я считаю, что волонтер это человек-ресурс, человек с энергией, который в достаточной мере подготовлен, что здесь не то место, где тебе будут благодарить, дарить конфеты и цветы там, ой, какой вы хороший, как вы хорошо сделали, вы такая прекрасная добрая женщина. Это человек, который пришел вкладываться не для того, чтобы его благодарили. Человек согласный на неблагодарность и грубое отношение, потому что это место отдавания, служения. Если волонтер сам человек-проблема, то он вряд ли будет хорошим волонтером, если он сам не прорешал базовые психологические, мировоззренческие вопросы своей личной жизни. Возможно, идет волонтерство, есть люди, которые, чтобы чувствовать себя хорошими, чтобы их благодарили, что вот и вот теперь я иду жить для других, служить людям. Это романтики, это не волонтеры. Вот если вы видели на фотографиях, как выглядит покровительница волонтеров, мать Тереза, видели? На видео, на фотографии, посмотрите, она собранная, она безэмоциональная, она может сказать несколько слов, и у нее из глаз свет, и потом она собран в себе. Второй момент. Врач и медсестра это люди, которые обеспечивают порядок. Это хорошее слово порядок. Это человек, который хранит границы порядка. Только когда границы соблюдены и когда этика отношений между врачом и пациентом соблюдена, тогда исцеление возможно. Если пациенты беспредельничают или орут, или злятся, то нужно найти ту потенциальность доброты для того, чтобы объяснить, как ну, что у нас обычно принято вежливое обращение. Ну, то есть, донести контакт, степень контакта. Я вот, Екатерина, по вашему голосу слышу, что вы, это вы устали и вы выгорели. Вы уже устали, вам нужно переключиться, поехать куда-то, отдохнуть, что ли, но именно восстановиться душой. Понимаете, способы и техники восстановления, они есть. Тема психологического выгорания, это тема для отдельной беседы, семинара, если интересно, это тоже можно делать, но в этом смысле, я человек, который на своем служении, в своей работе, ну, попадал в ситуацию выгорания. Я могу себе позволить закрыться на три, на пять дней или уехать, мне так устроен ритм жизни, потому что я знаю, что если я истощен, я для других людей буду разрушителем. я буду или пытаться у них добрать, у моих клиентов, пациентов, или мне будет просто тяжело, неинтересно. И когда у меня иссякает вот эта душевная энергия, которым я взаимодействую, я понимаю, что нужно брать паузу. И пока оно как бы не восполнится, я к людям не выхожу. В вашей ситуации, когда вы находитесь на оплачиваемой работе и так далее, это сделать сложнее. Прекрасные способы восстановления. Это первый момент. Честно признаться себе, что я устал, я выгорел, мне нужен отдых. Второй момент. Не жалеть возможностей, средств и времени для того, чтобы у вас был собственный психотерапевт, психолог раз, где вы могли бы выговорить то напряжение, которое принимаете там, если вы не научились его не принимать сюда в душу. И второй момент. Телесные практики, танцевальная терапия, массаж. Это очень важный способ для восстановления, если вы психически перенапряжены. Если вы доктор или медсестра, и где-то два раза в неделю, разок в неделю ходите на хороший фулл-боди массаж, полноценный такой, знаете, причем лучше с таким эзотерическим уклоном, там музыка, там свечки горят, чтобы вам давали, потому что вы отдаете, отдаете, а вам никто не дает. Если вам дают вашему телу и психике уделяется внимание, хорошего душевного найти психотерапевта, психолога, душепопечителя, с кем вы можете о себе говорить, и кто мог бы вас восстанавливать. И, конечно, если это танцевалочка, чтобы, как в Индии говорят, что в Индии не существует психотерапии, потому что любую проблему можно протанцевать. Когда вы собой занимаетесь и фокус внимания направляете на себя. И еще очень важно, конечно, если вы очень много отдаете, чтобы в семье был надежный тыл. Это значит, вы возвращаетесь, приходите, и вы можете сказать своему мужу или своей жене, что я сегодня просто лежу, я просто пластом лежу, я ничего не могу. И вас бы в этом плане понимали. Для этого грамотно, тактично объяснять себя, свое состояние и просить о том, чтобы его учитывали. И когда нет сил, это означает нет сил. Ну, то есть завершилось, то есть не хочется, не могу ничего. вот, и здесь вот очень важный баланс. То есть можно, понимаете, если вы выгорели, вы будете ранить ваших пациентов. Находите способ брать паузы и восстанавливаться, иначе вы будете и так, ну, обессиленных людей, еще и на них. Вот это все. И, конечно, соединенность с источником, то есть внутренне обусловленное любящее начало, если вы знаете, как это делать с помощью религии, эзотерики, практик самоорганизации, я за вас искренне рад. Если нет, ну, как бы можно что-то сделать, я могу обучить вас, я могу сказать, ну, предложить хороших, ну, может быть, людей, которые специально этому обучают. Самоэнергетическая самоорганизация, практика медитации, вот, очень хорошая штука, в религиозном, не в религиозном смысле, неважно. Вот, вот этим вещам просто вам, ну, как воздух нужно восстанавливаться самим, потому что вы много и души, и внимания отдаете другим людям. Вот и все. Вот. Пишет Наталья, добрый день, это завершающее письмо, подскажите, как поступить в ситуации, если пациент не крещён, но уже находится в терминальной стадии заболевания, хоть чтобы его похоронили по-христиански, по всем обычам, как быть, что делать? Скажу по секрету, и это всем известный факт, что любой христианин в сложной ситуации может покрестить другого человека, некрещённого, если тот хочет, просто трижды, окропив водой со словами «Крещу тебя во имя Отца и там раб Божий Иоанн во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И человек тогда считается крещённым. Конечно, здесь не время разбираться, почему-то он, как говорят, дотянул до такого времени, но это может сделать любой человек, но если вы неформально христианин, а верующий, то есть церковный человек, это то, что касается церковных людей. Мне кажется, важнее всё-таки и самое большое, что можете сделать вы, это дайте пять-десять минут времени, чтобы человек в этом состоянии, если у него никого нет, рассказал вам себя или позвать того человека, которому он мог бы рассказать себя, позвонить близким, которым, и сказать этим близким, что ему-то на самом деле не таблетки важны, а просто, чтобы вы подольше рядом побыли без телефона, без, и просто послушали, ничего рассказывать не надо, просто послушали, то есть дать вот такой очень важный контакт, это ключевое, чтобы человек ушёл из жизни, завершил жизненный путь успокоен, с таким умиротворённостью на лице, с чувством прощения, если, например, это мама или папа и вам было сложно, ну придите и скажите, я очень прошу прощения, разное было, но я очень тебя люблю и очень дорожу, что и такое счастье, что ты моя мама или что ты мой папа, это такие простые душевные слова, вот, мы занимаемся исцелением, лечением людей, человека, тело, это только небольшой фрагмент человека, человек огромной души, вот есть среди вас такие доктора, которые говорят, ты человек огромной души, и это же больше, тела у нас более-менее сходные у всех, только чуть-чуть разница мужского и женского тела, а душа каждого уникальна, поэтому, если дать душе контакта, то тогда и, ну, я здесь не об исцелении, я о примиренности, вот об этом прежде всего, друзья, те, кто смотрел это кино, поставьте хотя бы мне по одному смайлику или лайку, я лайкозависимый такой, вот реакция, или парочку слов напишите мне, и я вот Светлана мне поставила, Светлана, вам хоть что-то вы для себя-то интересно было, или так, из-за того, мне очень интересно, прямо, но мне кажется, это все надо осмыслить, очень много нового, как ни странно, хотя пациенты же были, и каждый пациент, ну, мне казалось, что я должна сопереживать каждому пациенту, это, конечно, очень тяжело, очень многое, я узнала, что надо работу оставлять на работе, мы не оставляем никогда работу на работе, вот почему и выгораем, действительно, надо привыкнуть к тому, что, уйдя с работы, ты ушел, да, и оставил время для своего восстановления духовного, где брать духовные силы, вот это очень сложно, вы правы, что и батюшки разные бывают, и спросить изредка не у кого, друг у друга мы спросить, ну, практически не можем, потому что мы не понимаем, очень многое, но надо где-то из себя брать, а из себя страшно, вдруг ничего не останется себе. Вот смотрите, если врач или психотерапевт, или кто угодно, педагог, работает только своей силой, он быстро выгорит, если человек знает, давайте я, чтобы не звучало религиозно, секрет присоединения к источнику, вот лекторы, например, артисты это знают прекрасно, вот когда я еще лекцию читаю, а потом раз прям как пошло, аж сам удивляюсь, как классно выходит, вот, секрет присоединения к невероятному, огромному источнику внутренней потенциальности, внутренней энергии, внутренних сил, этому можно обучить, но видите, это уже выходит за рамки нашей такой предварительной встречи, я очень открыт на ваше сообщество, чтобы дать это все в большем варианте и готов подумать, мне кажется, даже если мы с вами, Светлана, кому-то дадим это видео распечатать, это будет интересная статья. Ну, надо подумать, да, очень много интересного и очень много над чем надо подумать, может кто-то из докторов тоже что-то скажет, но я думаю, что просто все глубоко задумались, если честно, батюшка, я думаю, что все подумались, все сейчас будут переосмысливать, как все-таки, откуда брать энергию и как ее отдавать, потому что тяжело, на самом деле тяжело, вы правы, где-то это надо брать, где-то надо как-то, с этим мы сталкиваемся чуть ли не каждый день, особенно работники палеоативного отделения, и родственники все разные, и пациенты все разные, и мы все разные, и где-то надо находить вот эту, ну, не серединку, а для каждого пациента, я так понимаю, для каждого родственника свою частичку. Никуда не деться, вы и в медике, вы начальные азы психотерапии, консультирования, пройти просто необходимо, потому что без этой коммуникации мы из разных миров, мы только телами соприкасаемся, вот, и психотерапия, и душепопечение, я начальное, но только, чтобы не лектор был, человек, у которого вы обучаете, а который личностно мог это передать, я не знаю, в который раз, не ради продвижения пиара, я в который раз говорю, что я открыт и готов сотрудничать с вами, дорогие врачи, перед которыми я склоняюсь, как перед великими, когда прихожу в больницу, и которым я тоже своим даром хотел с удовольствием поделюсь, если в этом будет необходимость. Ну что, давайте... С чувством глубокого удовлетворения, хочу отметить тот факт, что, несмотря на все технические трудности, вы нашли время пообщаться, посвятить многим вопросам. Спасибо, Екатерина пишет еще, Екатерина, благодарю вас. Результат сегодняшней встречи послужит повышением психологического благополучия и уровня оптимизма, купирования эпрессивного синдрома у наших сотрудников и пациентов, которые свой позитивный настрой будут также преподавать и нашим пациентам. Спасибо. Дорогие, кто был на этом эфире, если лично, ВКонтакте, в Фейсбуке вы напишите, или спросите, а вот эту книжку вы упомянули, кто умирает, перешлите мне, а можно ли с вами лично еще эфир провести, я с удовольствием откликнусь, и поскольку вы сейчас на передовой в это ковидное время, я с удовольствием удивлю и время, и внимание вашим вопросам, или если приехать к нами, посмотреть, как у нас работа, душепопечительно устроена, мы с удовольствием вас примем, я полностью открыт, и только вот вы, если вы знаете, если вы без звука и без видео, вы стесняетесь, поэтому со мной не стесняйтесь, видите, я классный какой, добрый, такой вроде то ли батюшка, то ли рубашка, у него такая очень красивая, то есть, поэтому давайте просто взаимодействовать, общаться, выходите на связь первые, я вас преследовать не буду, но если что-то надо, особенно выгорание, и нам, кстати, с выгоранием мы работаем, приезжайте в Центр Учий Дом, вот, выгорание, энергетическое восстановление, связь, с этими, как бы, всем этим, я готов передать, но в рамках полутора часов, это будет маловато, вот, книги порекомендовать, которые, вот, если человек лежит, скучает, чтобы что-то занимало ум, если что-то переосмыслить, вот, аудиокниги, например, то есть, в этом смысле, ну, понимаете, иногда многое рождается в диалоге, я сегодня лектор, я сегодня в монологе, чуть-чуть, Светлана, меня спасибо за приглашение, помогла, в диалоге рождается гораздо больше, поэтому я из предположений, из присуппозиции, в основном, говорю, но если в диалоге, у нас гораздо лучше получится, вот, и особо большое спасибо за то, Екатерину, которая не выключала видео, и прекрасно, вот, Катя, вы слышите меня? Та, которая с видео, с прекрасными глазами. Да, слышу, спасибо большое, спасибо. Мы надеемся, что это будет не последняя наша встреча, что мы еще будем с вами сотрудничать продуктивно, если вы, конечно, не будете нам отказывать. Я уже не отказываю, и я с вами в команде, дорогие медики. Спасибо большое вам, спасибо Светлана Гиршина за организацию этого момента прекрасного, но давайте продолжать общаться. Спасибо большое. Ну все, прощаемся, до свидания, до встречи. Спасибо большое, до встречи.